В Тверской области стартуют соревнования квадроциклов и внедорожников в грязи. Турнир «Весенняя распутница» уже стал традиционным. В нем участвуют сильнейшие автоспортсмены со всей страны. Затем, как определяют королей бездорожью, следит Андрей Ященко. Сейчас самый разгар гонки. Четыре десятка экипажей на трассе. Самый опасный и самый тяжелый участок – это вот это вот заболоченное место. Сейчас восемь машин увязли в грязи. Уже на протяжении минут двадцати не могут их штурманы и пилоты оттуда вызволить. Были уже небольшие такие чрезвычайные ситуации. Один автомобиль перевернулся, когда преодолевал овраг. Это вторая сложная точка дистанции. Многие здесь буксуют и не могут сходу преодолеть эту возвышенность. Сейчас уже гонка примерно в середине своей продолжительности. Нужно экипажам преодолеть десять кругов. Каждый круг примерно по одному километру. Но несмотря на то, что дистанция не столь большая, довольно трудно она дается. Несколько автомобилей уже с дистанции сошли. Несколько автомобилей залило водой радиаторы. Из-за этого двигатели отказали работать. И вот сейчас самый сложный этап это именно болото. Много машин очень там завязло. Сразу несколько категорий сейчас на трассе. Это и обычные автомобили, так называемая категория турист, где буквально совсем чуть-чуть они модифицированы. Добавлена лебедка и широкие колеса. Да, уже профессиональных автомобилей, которые предназначены для гонок по бездорожью. Но очень сложные условия. Временами идет снег. Трасса уже превратилась в кашу. Пилоты и штурманы в грязи. От ног до головы. И сложные настолько условия, что сейчас некоторые автомобилисты даже теряют колеса. Пытаются сейчас провести ремонт, но пока не удается. Но еще есть время у пилотов и штурманов, чтобы преодолеть трассу. Победитель будет выявляться по лучшему времени. Но вообще, чтобы засчиталась эта гонка, нужно выехать из трех часов. Продолжение следует...